В Луганском округе В областном архиве первое упоминание про сад, известный нам сегодня как Парк 1 мая, датируется 1897 года. В том году городская управа передала сад в аренду горно-коммерческому клубу. Согласно исследованиям известного историка-краеведа Юрия Темника, теперь известно, что ранее, в 1879 году, сад принадлежал бывшему горному начальнику Николаю Летуновскому. А потомки городского головы Николая Холодилина точно знают, что это был сад Холодилиных. Впрочем, одна версия не исключает другую. Вполне возможно, что хороший тенистый сад был куплен Николаем Холодилиным у Летуновских. А с того момента, как руководство горно-коммерческого клуба арендовало сад у городской управы, он поделился на две части. Городской сад и сад горно-коммерческого клуба. Горно-коммерческий клуб является старейшим клубом в нашем городе. Ему более 100 лет. В 1912 году горно-коммерческий клуб построил свое собственное здание на улице Пушкина с концертным залом и казино. Горно-коммерческий клуб был привилегированным местом для богатых и зажиточных горожан. Несколько лет подряд клуб берет в аренду часть городского сада. Как же выглядел сад в то время, в революционном Луганске? Городской сад площадью 8 гектар был окружен каменной стеной и разделен на две части. Горно-коммерческий сад и городской. Тенистые аллеи, ухоженные дорожки. Вход в сад был платный 20 копеек. Это были немалые деньги на то время. Но тем не менее, он считался одним из посещаемых мест в городе. По воспоминаниям старожил, в городском саду были раковины для оркестра, павильоны, площадки для гуляний публики. Известно, что в первые годы установления советской власти горно-коммерческий клуб еще какое-то время арендовал часть сада. А в 1925 году уже парт-клуб приступил к оборудованию сада 1 мая для отдыха рабочих. В павильонах работали буфет, театр, читальна, библиотека. На открытой площадке можно было послушать духовой оркестр, посмотреть кино или выступления артистов. В общем, развлечения были на любой вкус. Интересно, что через несколько десятков лет парк 1 мая будет известен своей танцевальной площадкой. А вот в 20-е годы танцы здесь были под запретом. Считалось, цитируем, что танцы вгоняют мозги молодых людей в пятки и неприемлемы с точки зрения разумных развлечений. А вот для детворы здесь было раздолье. Работала открытая детская площадка на 150 человек, причем детей кормили два раза в день. В кафе и ресторане можно было перекусить и взрослой публике. С часу дня до пяти вечера здесь отпускались комплексные обеды из трех блюд по цене 4 рубля 95 копеек. Кстати, в те годы вход в сад отдыха был платный – 15 копеек. В начале 30-х годов сад был сильно запущен, поэтому в 1934-м проведен капитальный ремонт. В приведенных порядок выставочные павильоны, реконструирован ресторан, театр, библиотека, были построены детские комнаты. Кстати, несмотря на то, что в те годы бралась плата за вход, до четырех часов дня дети отдыхали абсолютно бесплатно. В 1941 году мирную и спокойную жизнь нашего города прервала война. Оккупация Луганска продолжалась 17 июля 1942 года по 14 февраля 1943. А после освобождения луганчане, не жалея сил, трудились, чтобы город стал красивым, уютным и зеленым. После оккупации Луганска представлял собой полусожженный остров некогда прекрасного города. Существенно пострадал и городской сад. В то тяжелое время сад входил в первоочередной список восстановления города. В восстановлении принимали участие все крупные предприятия города. Предполагалось произвести ряд мероприятий, например, таких как высадка деревьев, установление лесов и скульптур, постройка фонтанов и монументального источника, а также установление 500 штук деревянных скамеек на чугунных ножках. Также для поднятия патриотического духа в еще не восстановленном саду был организован духовой оркестр. В 1946 году 9 мая, день первой городщины Великой Победы, состоялось и официальное открытие сада 1 мая. Горожан города встретили ухоженные аллеи, торожки посыпанные песком, фонтаны, скульптуры, а также скульптура Сталина у входа. В конце 40-х, начале 50-х годов центр города находился на улице Ленина. И в выходные или праздничные дни луганчане с удовольствием прогуливались по Ленинской и обязательно заходили в сад 1 мая. О том, как выглядел сад в то время, пусть лучше, расскажут старожилы нашего города. Сад был излюбленным местом для всех горожан. Там собиралась молодежь, назначали свидания, а в выходные дни туда шли все семьями. Папа, мама, дети. Он был очень тенистым, большие были деревья замечательные. И что было, особенно бросало глаза, это цветы. Цветы, каких там только не было. Там клумбы, грядочки были. И так как речка была недалеко, то вечером всегда тянуло какой-то прохладой. Это еще больше делало уютным этот сад. Вход в парк был платный. Там с правой стороны от входа, на входе, был целый ряд касс. Люди платили деньги, шли в парк. Но каменный брод ходил в парк бесплатно, через забор. Это была их вотчина. Поэтому они ходили туда привилегированно. Никто не хулиганил, не было никаких выходок таких неположенных. Все люди тихо, мирно, спокойно гуляли, смотрели друг на друга. Всем хотелось мирной, спокойной жизни. Все хотели посмотреть друг на друга, показать свои наряды, в кавычках, которые остались. Еще с послевоенного времени. Там, где чертово колесо сейчас, там был цирк. Но цирк не стационарный, а только летом он функционировал. Большой шатер. А около него, чуть-чуть левее, была площадка с эстрадой, куда приезжали гастролеры. Сидения были грубо сколочены, тоже ограда была небольшая. Но туда билетов никто не покупал. Кто был в саду, тот мог прийти и послушать выступление. Как раз организовался наш луганский оркестр симфонический. И там очень часто были музыкальные вечера. Пятая Чайковская, шестая Чайковская, пятая Бетховенская. Вот наша семья, папа очень любил симфоническую. Мы все ходили туда слушать, но мы, дети, не особенно понимали. И думали, господи, когда кончится все это. А потом, конечно, я была благодарна, что он нас приучил к этой музыке. Иногда музыка прерывалась проезжающими паровозами. Они гудели, так железная дорога-то рядом была. Гудели, и это всегда было таким диссонансом неприятным. На центральном входе по левую сторону, по аллее, по левую сторону, был выстроен домик двухэтажный, довольно приличненький. Строили его немцы. В этом доме размещалась читальня, библиотека. Люди могли поиграть в шахматы, в шашки. Потом появились витрины с газетами, с периодической печатью. Наплыв отдыхающих был очень большой. И люди могли так вот незатейливо развлекаться, поиграть в шашки, поиграть в шахматы, почитать газетку и прогуляться по парку. По дорожкам ходили продавщицы мороженого. Мороженое было тоже тогда очень интересно. В таких маленьких каких-то приспособлениях вкладывалась вафелька. Потом, наверное, грамм 50 мороженого и опять вафелька. И все это выдавливалось. Надо было брать в рот и крутить, и лизать. Ну, у нас, например, в семье мы должны были хорошо там что-то получить, хорошую отметку, что-то заслужить. Если мы что-то делали не так, как нужно, то мы лишались этого мороженого. А так, значит, вот мы любили очень это мороженое. Уже в лет 17-16 у нас была хорошая компания. Туда много входило наших друзей. И мы тоже ходили все в сад Первого Мая. Но самым интересным было, когда мы перелазили через забор. Деньги были у всех, и возможно было, но вот сам процесс надо было перелезть. Там кто-то из мальчиков потом нас ловили. И мы такие счастливые, что мы перелезли через этот забор, попадали в этот сад Первого Мая. Ну, еще два слова о танцплощадке, хочу сказать. Значит, танцплощадка была сделана, как я уже говорила, на месте разрушенных зданий. Вот от училища сад немножко расширился. Был асфальтная сделана площадка на возвышенности. Заборчик. Заборчик был не такой высокий. В раковины всегда живьем играл оркестр. Музыка была, конечно, веселая, но многие, не желая танцевать, располагались вокруг этой ограды. Слушали музыку и смотрели, как танцует молодежь. Действительно, в то время отдых в парке Первого Мая был отдыхом культурным. Мы уже упоминали летнюю эстрадную площадку. Интересно, что концерты там проходили ежедневно, кроме понедельника, играл симфонический оркестр. Выступали коллективы художественной самодеятельности со всей области. Здесь проходили гастроли известных артистов. Также можно было послушать лекции на различные темы. Позже в парке Первого Мая появился летний кинотеатр с большим количеством зрительских мест. Как-то этот кинотеатр, он не получил такого очень большого, большой любви и внимания у жителей. И был преобразован в Зелёный театр. Вот там проходили концерты. С большим успехом, с аншлагом. Проходили концерты там. Валерия Яковлевича Леонтьева. В то время он жил в Луганске и работал в областной филармонии. Ещё было интересное событие в культурной жизни. Это проведение фестивалей «Слава труду». Эти фестивали проводились ежегодно. Но один год в Донецке, а второй год в Луганске. И приезжали такие коллективы. Весь цвет нашей страны. И в этом Зелёном театре выступали такие деятели, как Дмитрий Михайлович Гнатюк, Анатолий Соловьяненко, Николай Кондратюк и многие-многие другие. То есть на сцене Зелёного театра выступали лучшие коллективы страны, лучшие коллективы союзных республик, заслуженные артисты. В начале 70-х парк претерпел реконструкцию. Были и негативные изменения. Так вырублены многие деревья и кустарники. Стену вокруг парка снесли для того, чтобы сделать его доступнее. Но вместо этого он становился всё более неухоженным. Теперь сюда уже приходили не только культурно отдохнуть, но и распить бутылочку-другую. Парк постепенно стал терять своё очарование и красоту. Как выглядит парк 1 мая в наши дни? Об этом мы не будем говорить подробно. Вы можете прийти и увидеть всё сами. В современном парке есть плюсы и минусы. Очень много радости детям доставляет общение с животными. И мы знаем, что коллекция в за уголке постоянно пополняется. Для малышей, а также их мам и пап, есть различные аттракционы. Также нам стало известно, что один из частных предпринимателей занимается восстановлением зелёного театра. При всём том, этот парк сейчас нельзя назвать уютным и чистым. Городская власть, конечно же, в очередной раз может сказать, что нет денег на приведение в порядок этого уголка отдыха. Но ведь не миллиона же стоит, например, вычистить озерцо, в котором, когда-то, помните, плавали лебеди. Или, как раньше, посадить на радость горожанам клумбы с красивыми цветами. Или отреставрировать домик, в котором могли бы, как когда-то, собираться любители шахмат и шашек. Даже после оккупации руководители города нашли деньги на то, чтобы установить в парке 500 скамеек. Сейчас на аллее негде присесть во время прогулки ни пенсионеру, ни мамочке с коляской. Можно вспоминать очень много о саде 1 мая, парке 1 мая, и вообще о городе нашем. Но я так думаю, что пора уже от воспоминаний и к делу перейти. И было бы очень хорошо, чтобы лучшие традиции города, в смысле культуры, как-то начинали возобновляться, принося людям удовольствие и эстетическое наслаждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова